Рамазан Рагимов с гордостью показывает главе района новый мини-завод по переработке молока в Станице Отважным. Здесь холодильная камера, здесь уголок для проверки качества продукта, а это цех, в котором готовы производить сыр, сметану и творог. Всё оборудование отечественное, мощность завода – 2 тонны молока в сутки. Мини-предприятие даёт 6 рабочих мест, пока же вакансия технолога. Александр Семеряков уточняет, когда можно попробовать продукцию. Я думаю, в Коснодаре или Армавире мы получим сертификат. И вот, надеюсь, найдём мы технолога и начнём выпускающей продукции. А реализовывать как это? Розницу или у вас есть? Ну, начнём, наверное, предварительные договоры, ну, знаете, ну, не письмо, предварительные договоры с магазином я уже заключил. Нашего района? Нашего района, да, от Раденского района, Мостовской, да, о них мы чуть-чуть будем брать. Этот завод построен в декабре прошлого года за счёт грантовых средств начинающим кооперативам. И о нём, в том числе, речь пойдёт на отчётной сессии главы Тважинского поселения. Молоко, кстати, кооператив закупают у населения по максимальной цене. От создания кооператива, получения гранта и строительства микропредприятия по переработке молока, мы уже сегодня получили увеличение доходной части населения путём создания конкуренции для заготовителей молока. И сегодня 1 литр молока, за 1 литр молока заготовители готовы платить и платят населению 29 рублей. Это без учёта региональной субсидии в 2 рубля на каждый литр. Годом ранее молоко в Тважинском сельском поселении стоило 17 рублей. 29 рублей – это самая высокая цена в Лубинском районе за сырьё. Среди ключевых вопросов, которые удалось решить в 2020 году, улучшение сотовой связи. Правда, проблема ещё остаётся в селе Гафицком. И помощь в содействии установки вышки Роман Слепенко просит у главы. Также в конце прошлого года в поселении установили ограду на кладбище. Это тоже легло в отчёт. Благодаря программе «Инициативное бюджетирование» выделены почти полмиллиона рублей. За это мы выражаем огромную благодарность в помощи по решению многолетних вопросов. Благодаря вам, Александр Александрович, Департаменту внутренней политики, Игорю Олеговичу Чагаеву, у нас имеются сегодня намерения и возможность принять участие в привлечении средств по инициативному бюджетированию и в 2021 году, но уже по трём проектам. Первое – это модернизация уличного освещения в селе Гафицкое путём замены светильников на высокотехнологичные энергосберегающие диодные. Проектно-сметная документация разработана на сумму 800 тысяч рублей. Второе – это благоустройство общественной территории возле Дома культуры Станицы Отважной, в которой мы сегодня находимся, на сумму 800 тысяч рублей. И третье – это строительство здесь же, на этой территории детской площадки Станицы Отважной, Дома культуры, на сумму 400 тысяч рублей. Глава поселения обращается с просьбой к Александру Семерякову помочь вступить в программу «Комфортная городская среда». Есть желание сделать небольшой населённый пункт действительно комфортным. Тут уже речь идёт о двух общественных территориях – Братские могилы и спортплощадка. Далее доклад по бюджету. Прошлого года его размер – меньше 9 миллионов рублей. Примерно такая же сумма запланирована на год текущий. Глава видит потенциал развития в создании хуторского казачьего общества, а также в строительстве АЗС вдоль региональной дороги вблизи Гафицкого. Но это в планах. Сесть о совете – это ещё и возможность услышать о проблемах населения, обсудить их, хотя основной вопрос всё-таки оценка деятельности главы в 2020 году. Так вот, вопросы были. И касались они сенокосов и школы. Станичники переживают о своей земле. И депутаты, заинтересованные в развитии поселения, главу поддерживают. Никто даже не думал, что у нас появится завод. Он у нас появился. Жители ждут с нетерпением продукции нашего завода. Спрашивают. Вышка сотовой связи. Всем было известно, сколько мы направляли запросов. Разные различные компании сотовой связи добились. С помощью Романа Анатольевича оградили кладбище. Села Гафицкое тоже была довольно-таки проблема большая. Посадили аллею памяти. 75 деревьев с главой и совместно с депутатами. Все жизненные вопросы, которые я хотел поднять, рассказать, которые происходят в станице, сегодня были подняты Романом Анатольевичем, Сан Санчем. Работу Романа Анатольевича предлагаю признать удовлетворительной. Добавить о том, что здесь Борис Перехвалит. Работу ведет очень большую, активно. Александр Семеряков отметил, что за те несколько лет, что Слепенко возглавляет поселение, не только наметились перспективы, но уже можно говорить о сделанном. Молодой, инициативный, беспокойный. Так охарактеризовал он главу сельской администрации. То, что вы двигаетесь вперед, согласен. Если вы вместе с депутатами приняли решение, например, здание в Гафицком, если это удобнее, здесь, не знаю, у вас останется как филиал, закрывать не надо, люди должны где-то идти, обращаться, свои вопросы и проблемы оставлять, и вы должны приезжать сюда в какой-то день, они там два должны определиться с этим. То, что участвуете в грантовой поддержке, это тоже правильно, инициативное бюджетирование, то, что создаете в этом году, и будет создано казачье общество, некоммерческая организация, это тоже правильно, потому что тоже дает возможность, прежде всего, привлечь деньги краевые или федеральные, и другие поселения по этому опыту идут, это хорошо. Отметил глава хорошую патриотическую работу, оценил перспективы, связанные с мини-заводом, и положительно сказал об инициативном бюджетировании. Движение есть вперед однозначно, и вы должны это признать. Поэтому мне хотелось бы, чтобы депутатский корпус отважницкого сельского поселения, понятно, у каждого есть своя проблема, то, что его касается. Касается КФХ, ЛПХ, у кого-то еще какой-то вопрос наболевший, он отрабатывает его, это все правильно, это здорово, но актив поселения, депутатский корпус должен смотреть в целом на поселение, на его развитие, и я вижу у вас, и моя оценка, она удовлетворительная. Вы беспокойный человек, вы и в администрации края ездите, вы и в администрации района постоянно, вы поднимаете все возможные вопросы для того, чтобы вашу территорию развивать. А вот и конкретная реакция на беспокойство жителей. Очень хорошо, что эти отчетные сессии есть, для меня это, понимаете, хорошо, потому что скрывать не буду, как бы от вас живая информация, я слышу насущные проблемы, что беспокоит. Школа, земля, сенокосы, на меня не все доходит, тоже открыто я говорю, и приятно мне поэтому находиться здесь и знать о ваших серьезных проблемах, и чем я здесь могу помочь. Объективно или не объективно, по земле мы обсудим через две недели. Куратор должен максимально вникать и доводить до меня, поэтому я поставил задачу раз в две недели, чтобы он встречался с главой, но не только с главой, а не важно, с директором школы, с ЛПХ, просто с общественниками, просто с жителями, что их беспокоит, что необходимо хотя бы в тех небольших условиях оказать содействие и помощь. Деятельность главы отваженского поселения депутаты признали удовлетворительной. И такая оценка объективна, ведь исполнительная и представительная ветви власти решают общие задачи. Сессия прошла успешно, оцениваю работу главы на отлично, сделал очень много, действительно работает, мы его поддерживаем всегда и будем поддерживать, потому что в первую очередь это делается все для нашего поселения. Работу нашего главы признали удовлетворительной, но я с этим вполне согласна, так как он молодой, инициативный такой у нас глава поселения. Ну а мы как депутаты его всегда поддерживаем во всем, и вместе, как говорится, мы с ним, сила, все у нас хорошо. Стабильность в развитии поселения, реализация новых проектов и инициатив, приоритетные задачи. И совсем скоро решать их будут в новом здании. Администрация отваженского поселения переезжает в Гофицкое. Бывший пост полиции сейчас в процессе ремонта. Лучшие условия для лучшей работы, о результатах которой глава расскажет на следующей отчетной сессии. Людмила Никонова, телекомпания «Лоба».